О создании специального фонда с капиталом 100 миллиардов евро на перевооружение армии своей страны канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании Бундестага спустя три дня после полномасштабного вторжения России в Украину. Программа предполагает, что теперь Германия будет тратить на оборону более 2% своего ВВП. Ранее на армию выделяли значительно меньшие суммы. Вероятно, это будет самая крупная обычная армия в европейской системе НАТО. Это правильный ответ на поворотный момент. В эти нестабильные времена мы обеспечиваем безопасность с помощью бюджета на 2022 год и специального фонда Бундесвера. В то же время мы знаем курс на будущее. Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. На окончательное принятие решения ушло три месяца. После Бундестага, это конституционный законодательный орган Германии на федеральном уровне, поправку к основному закону рассмотрело и представительство федеральных земель. Сегодня хороший день для Бундесвера и безопасности нашей страны. Мы делаем большой шаг к созданию мощной армии, на которую мы можем положиться даже перед лицом изменившейся угрожающей ситуации. Расходы на вооружённые силы страны Бундесвер в Германии долгие годы лишь сокращали. Это привело к значительным недостаткам в обороне. Танки, самолёты и корабли частично устарели или стали неработоспособными. Новая программа финансирования направлена на то, чтобы Бундесвер мог стать полностью боеспособной армией. Не будет больше дефицита, не будет больше дефицита личного снаряжения, больше не будет дефицита очков ночного видения. Всё это теперь в прошлом. Сегодня мы можем послать сигнал единства нашим солдатам, нашим союзникам и людям в нашей стране. Мы несем ответственность за безопасность, мир, свободу и демократию. 100 миллиардов евро пойдут на закупку новых самолётов, вертолётов, кораблей, танков, боеприпасов, а также приборов ночного видения и рации. Речь о закупке стелс-истребителей F-35 и приобретении более полусотни тяжёлых транспортных вертолётов для воздушной перевозки солдат и материальных средств. Почему это решение не было принято раньше? Потому что были сомнения и колебания, теперь их нет. Решение принято. Такой оказалась реакция правительства Германии на агрессивную войну России в Украине. Сам канцлер Олаф Шольц вместе с президентом Франции, премьер-министром Италии, по предварительной информации, планирует посетить Киев в конце июня, накануне саммита Большой Семёрки. На нём должны обсудить вопросы дальнейшей военной помощи Украине. Наталья Ягус, Академия Штенгелов. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.